всем привет многие просили записать видеообзор гайда по торговле как текстовая версия некоторые моменты непонятно и вам желательно чтобы наглядно показать что да как члену прошло три дня но никто из тримеров так и не написал я хотел опять их обзор и разместить на сайте поэтому пришлось записывать самому итак пусть идем сразу к делу так как у нас контента много и хотелось бы обо всем рассказать и чтобы это не растянулось на час-два но видео скорее всего будет около 30 минут если я не вылечу из игры или еще что-либо поэтому готовьтесь так для начала нам нужно шестой уровень главного здания и здание торговли раньше это называлось здание обмена ресурсами она была совершенно бесполезная но вот сейчас добавили новый функционал и наверное она будет первым из зданий которые мы построим на шестом уровне когда мы достигнем гарнизона шестого уровня так начнем с последней вкладки она данный момент нам не интересна но просто раз рассмотрим ее чтобы не лезть сюда до десятого уровня итак третьей вкладке мы можем крафтить телеги первым телега нами так дается бесплатно но если вдруг вы по какой-то причине продали ее вы без проблем можете и скрафтить потратить на это три часа и немало ресурсов и 5 миллионов еще но вот вы получите точно такую же телегу которая вам дается бесплатно далее достигнув десятый уровень торговли мы можем сможем скрафтить вот такую телегу второго ранга отличие от первой только то что она быстрее на 20 процентов но наверное это существенно проверять будем когда достигнем 10 уровня и 3 телега по скорости она равняется 1 но плюс но она получает плюс 500 лт ресурсов нужно на нее немерено плюс 20 миллионов но пока что это самая крутая наверно самая крутая надо будет сравнить по с этой скоростью самая крутая что есть на данный момент телега я думаю их добавит еще несколько но вот пока что первый третий рак так все с этим завязываем до 10 уровня нам не стоит сюда обращаться только если вдруг нечаянно взяли и продали хотя по моему когда она единственная 1 ее продать нельзя сложно сказать этот момент и не помню ну суть короче следующее что мы делаем это заходим во вторую вкладку так как первое у нас кнопочка просто не активно заходим во вторую вкладку и первое что нам нужно сделать это запрячь лошадь запрягаем лошадь самого большого ранга то есть у вас 7 ранг вам будет давать 6 процентов зерна сейчас поговорю об этом отдельно если у вас третий ранг 2 процента 1 по моему вообще ничего не дает если уж 1 ранга вот у меня максимально это 6 ранг поэтому выбираем ее что она нам даст изначально у нас лимит пятнадцать тысяч шестьсот девяносто на одну поездку взяв лошадь наш лимит увеличивается в данном случае около 800 ресурсов не ресурсов еды все мы лошадь запрягли самую лучшую которую у нас есть если вдруг например это ваша лошадь на которую вы ездите вы просто после каждой поездки по торговле вы просто ее снимать и дальше продолжаете есть на ней вот например как это то есть ее сначала нужно конюшни поменять на какую-либо другую чтобы потом активировать ее тут все этот момент разобрали поехали дальше переходим в главное меню мы уже можем нажать поехать но перед этим я бы советовал подготовиться то есть выбираем наших рабочих и нанимаем сюда четырех рабочих которые впоследствии будут у вас только они есть то есть вот я их даже обозвал свои образно охраной чтобы именно только их качать я выделил четырех самых лучших которые у меня есть у вас возможно они уже золотые все и самые лучшие чтобы и по уровню и по рангу чтобы собирать ресурсы быстрее и уничтожать монстров которые нам будут встречаться об этом мы еще поговорим тоже все у нас выделено самое лучшее далее инвентарь секундочку это я одним кликом загрузил все да и они этого сделать эти вещи нам не нужны мы загрузили все что вообще можно загрузить телегу из своего личного инвентаря меня выход завалялись вот мои предметы крафта потом вот эти всякие штуки я уже купил в торговлю прошлые разы и некоторые даже я купил очень далеко от основного города и мы их попытаемся вот сейчас в следующий наши поездки вот которые я буду снимать попытаемся продать подороже весят они немного по отношению к основному да конечно если у нас их будет тысячами конечно они займут весь инвентарь ну например у нас тут более 600 предметов если в сумме посчитать занимает всего 360 386 лт а товар который мы будем покупать который нельзя забирать с собой личный ford он там по моему весит около 100 если не больше один предмет да даже по моему около 200 и так ладно приступим так насчет еще лимитов поговорим в день нам доступно в моем случае так 6 уже уровень 41 тысяча 500 лимита с каждым уровнем увеличивается лимит на 900 и в одну поездку все зависит от лошади от нашего уровня и также от лошади которая дает нам немало это уже показывал от ранга ложный тут нам говорится что четырех рабочих нужно собой взять без них нежелательные не запустится а еще один момент ваш личный инвентарь должен быть разгружен до так на 20 процентов кажется все поехали нас полный лимит сразу расскажу что на карте мешкать не нужно а в любом городе вы можете оставаться хоть надолго пока сколько вам угодно собирая по пути в город мы будем собирать ресурсы сейчас я направлю город и начну потихоньку рассказывать так перед нами вот лимит наш и такие указатели появляются кликая на указатель мы собирая собирают наши рабочие ресурсы либо убивают сражаются с монстрами сейчас и монстров мы встретим по пути и кстати хороший предмет плане достали об этом а меню поговорим в городе когда у нас не будет тикать наши наши еда мы почти доехали соберем еще немного ресурсов наши указатели также имеют ранг например вот это белый ранг самый самый минимальное значение если мы вот такой же указатель с этим же ресурсом встретили например оранжевые там было бы 10 раз больше что ли или в 5 около тысячи там ресурсов сейчас мы достали полностью 8 до около пяти раз больше ресурс все добравшись до города мы можем спокойно осмотреться изучить цены и поговорить вообще данной торговли изнутри городе счетчик пища стоит ну вообще то есть вы двигаетесь катайтесь по городу или там ушли афк или ждете например обнуление таймера что тоже немаловажно потом расскажу и счетчик пищи ваш не прекращается не сокращается так раз поговорим о боковом меню данная кнопка покажет нам всю карту и со всеми предметами то есть у нас сейчас много предметов мы достали с прошлых покупок но вот примерно можно вот посмотреть где мы что можем продать вот чем дальше кстати вот не совсем чем дальше то что у нас есть если например мы закупимся в этом предмет в этом городе например вот книгами этими то есть данная кнопка нам нужна для ознакомления с картой кто что где покупает и продает к сожалению например кликнув по этому предмету мы не можем понять где его выгодно продать но можно запомнить и искать или например мы можем посмотреть из того что у нас уже есть в инвентаре мы смотрим где мы это можем продать вот данный момент самый самый большой больше больше всего мы можем продать это фидель но цена это скорее всего из-за того что тут просто больше предметов можно продать четыре вида тоже не факт но сейчас мы это все разберем расход опыт за торговлю дают только в случае если вы вы продать но совершили сделку выгодно то есть если вы продали предмет на синим вот процент будет показаны на синем фоне это значит вы продали в минус 2 минус 3 и так далее вот тут например вот если виноград продается вели например мы его купили привезли сюда и продали на 15 процентов дешевле нет смысла совершать такую сделку совершать такой путь хоть он и короткий но нет смысла так мы получим 0 опыта и еще и потеряем 15 процентов серебра вот разберем сейчас я хотел сначала вторую укладку первые две они бесполезны то есть можем подружиться с этим экспрессом но пока на данном этапе пока что это ничего не дает поговорить это так понятно это мы можем сделать в городе данная кнопка тоже кстати она активно просто в городе не обязательно это во время торговли делать но к примеру давайте посмотрим что мы тут можем сделать мы можем открывать вот такие коробки которые вот мы выбили добывая ресурсов также эти коробки падают когда мы убиваем монстров и проходим данжи мини данжи вот тут есть в текстовом варианте есть обзор этого мини данжа короткое видео и что мы делаем мы открываем эту коробочку и нам достался свиток вот этот желтый свиток это дополнительное прохождение обучающей башне то есть вы прошли один раз в день башню например на ночь оставили вы можете еще раз их запустить до сброса лимита то есть два раза пройти обучающую башню также можно получить вот такой свиток это свиток позволяет 100% этот свиток нужен для ночного торговца и он позволяет поторговать с ним 100% то есть там если вы помните максимум 70 и 30% есть шанс фейла тут вы потратите всего лишь один свиток и он будет 100% 100% скинет стоимость предмета итак перейдем к третьей вкладке самой интересной ой не в третьей вкладке к четвертой кнопке и к первой вкладке что мы видим мы видим товар который продается в данном городе книги книги вот с таким значком вообще первый первый элемент в каждом городе он желтым по моему обозначен в случае вылета или когда у вас закончится пища он исчезнет просто то есть вот если мы его купим сейчас на 2 миллиона 300 и выйдем из игры или дисконнект будет или что-то еще мы просто потеряем все эти книги купив эти предметы все что ниже там значок меч камни камушек мы так мы сохраним его и в дальнейшем можем использовать к примеру к примеру у нас есть грубо говоря два лимита в день мы тратя один лимит отправляемся в самый дальний город например покупаем вот куколку непонятную штуку шкафы закупаемся хотя тут например они немножко дороже но не суть и потом выходим делаем релок или что-то еще и сдаем эти предметы ну например тут хотя нужно сравнивать цены вот шкафы тут продаются на 18 процентов дороже там мы купили за 32 тут продаем за 38 вот таким образом мы можем накапливать вот торговать только этими предметами только этими но пока мы тут и скорее всего мы не вылетим я надеюсь хотя например вчера при торговле я два раза доезжал до хиделя и оба раза и оба раза я просто вылетал при входе в город то есть у меня была полная телега телега была и обычным предметом и этими и я очень много лимита потратил доехав до хиделя ну не так много конечно но там тысяч три четыре по моему я потратил доехал и просто получил дисконнект при дисконнекте я появился опять ну я при входе вновь в торговлю я появился вновь на территории боленоса и так же у меня потерялся этот желтый предмет желтый товар и так мы закупаемся вот выбираем книги наши которые продаются в лагере в боленосе в вели его не выгодно продавать его можно довести до хиделя и продать за 14 на 14 процентов больше получить этот опыт сейчас я мы тут покупая продавая получаем 14 процентов я хочу мой маршрут будет наверное состоять из западный лагерь затем я отправлюсь в велию и хочу посмотреть виноград вот тут насколько что стоит вести в хидель виноград или книги отправляемся в хидель и смотрим на покупку виноград он покупает на 12 процентов ну а книги на 14 ну и это пока что то есть эти все цены они меняются чуть ли не каждую минуту не совсем не каждую минуту а по моему то ли раз в 10 минут то ли но не кстати не раз в 15 минут раз в 15 минут это обновление всех указателей вот сейчас мы выйдем пройдем все указатели и спустя 15 минут они вновь обновятся и так мы поняли что мы закупаем книги скорее всего мы даже тогда в велию не поедем сейчас посмотрим точно закупаем книги чтобы сдать так вот опять же эти значки мы во первых можем просто сохранить ой кстати ошибка я сразу набрал книги а не не купив вот эти все предметы которые не передаются но не суть ладно так закупаем это так же вот на 22 процента и вот сейчас а нет хватило вот их можно сдать вели но их можно сдать и после чуть позже то есть не обязательно сейчас поэтому просто покупаем и важный момент в каждом городе старайтесь всегда покупать ресурсы это чуть чуть увеличивать лимит вот на 500 ресурсов стоит оно 130 130 дерево в данном случае используется разный ресурс ну вот мы купив увеличили наш лимит на 500 открываем вторую вкладку во второй вкладке есть очень выгодные предметы но есть очень нехорошие вот например взять корм для духа чем он нам нужен за такую цену мне кажется покупать его не стоит 22 вот мы можем купить за 13000 ну или одну штуку 600 если кому-то это интересно ну пускай берет но мне кажется это глупо так выбрать поэтому не стоит вот кстати цены изменились вот три минуты и все и цены поменялись возможно они очень сильно изменились но мы узнаем это потом сейчас не хочу еще раз проверять вот такие сундуки с ресурсами за 2000 в данном случае дерево мы получим 3000 меди конечно берем потому что возможно в другом городе мы увидим такой же сундук за 2000 с чем-то меди обменять на дерево к примеру ну то есть мы получили тысячу ресурсов какая разница наши рабы все равно добывают одинаковое количество куда мы их направляем все так что мы можем тут сдать 22 процента шкаф ну чтобы разгрузиться давайте все таки сдавать хотя может может где то есть и дороже но сейчас для видео я не буду прямо так и так оно уже идет 20 минут а мы еще толком ничего не показали все выбираем карту а нет наша выделилась вот убираем наш указатель мы видим когда смотрели на карте кликнули на чайна выбираем наше место и куда мы отправляемся можем отправиться велию заработать 6 6 миллионов либо отправиться в хидель и продать вот это все добро в том числе наши книги которые и продать за 14 с половиной лямов так а если мы отправимся в хидель мы освободим немного места буквально чуть-чуть и может быть даже что-то там закупим вот какие-то новые предметы есть давайте отправимся сюда по-другому время тикает то есть сейчас будет обновление указателей и по-моему да по-моему все-таки тоже что-то меняется сценами но это нужно проверять еще я замечал что я раньше думал что они меняются раз 15 минут но я немного расстроился когда я вез один товар который был всего там на 2 процента увеличивал прибыль я когда приехал он оказался минус 3 лимиты лимиты раз в 10 секунд мы теряем 50 еды и каждые 50 метров проезд мы теряем 140 ускорение сложно сказать сложно сказать надо считать но по-моему на ускорение мы передвигаемся еще быстрее то есть по-моему даже вот 50 лимита тратится в разы медленно сложно сказать этот момент или там идет 140 140 то есть немного больше это надо просто будет сделать два забега и понять как правильно все-таки лучше передвигаться если нам нужно конкретно вот сейчас доехать до гляши нам нам все равно у нас мало лимита и мы должны доехать как нам правильно это сделать использовать ускорение либо ехать спокойно я как-нибудь сделаю это возможно сегодня и просто опубликую на сайте в текстовом варианте все доехали мы до нужного места кстати внутри города лучше передвигаться вручную так как вот вы видели как он сейчас зигзагами ехал ну это долго и напрягает меня лично книги тут мы не сдаем потому что мы потеряем сдаем только наши ресурсы пускай будет немножко заработаем виноград 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 кстати цена увеличилась на наш виноград но у нас мы загрузили телегу другим ресурсом поэтому закупаемся этот мы товар не берем потому что его можно продать только в последнем городе где ну не в последнем а где-то в кальфионе пока что я даже не переводил потому что ну не вижу смысла этот можно будет взять попозже вот кстати вот этот мы отвезем хидель и ресурсы обязательно ой не ресурсы а лимит еды так ну то есть возьмем просто на будущее все равно мы его сдадим так берем обязательно эти коробочки единственное что вот они весят 1лт ну боже это не страшно так все точки мы наверное не берем за 40 штук не знаю если вам нравится за 200 например взять одну точку берите все тут мы все продали закрываем и отправляемся в хидель по пути я буду в данном моменте расписывать мобов но иногда например для сохранения лимита так как все таки мы останавливаемся там по-моему тратится больше тоже надо проверять ну в данном случае я буду собирать например вот зеленый нам даст сейчас по-моему на моем уже уровне на уровне на уровне меньше оно дает побольше проехал но вот на таком большом расстоянии иногда можно уловить то есть вы едете по дороге и вы едете по дороге она находится немного сбоку вы кликаете и рабы убегают то есть вы не сходите ваш телега не сходят в дороге а ваши рабы идут разбираются с этими новыми или собирают ресурсы и так вот так же появился торговец поговорим о нем пока он есть не хотел этому ехать открываем карту просто смотрим где он он вообще нам не по пути то есть до него очень много метров мы мы был доехали если бы вы к нему отправились но ехать только ради него я не вижу смысла на данном этапе у него продаются точки у него продаются разные какие-то мешочки но короче ехать именно к нему конкретно я не вижу смысла если он где-то рядом по пути да к нему свернуть можно закупиться у него точки продаются два два три раза дешевле чем например на аукционе но более подробно вот кстати еще тоже момент как то очень много событий по пути дальше все мы остановили карета идет загрузка и мы отправляемся в мини-данжик то есть есть обычные мобов которые которыми разбираются ваши рабочие а есть вот такой дан где вы тоже принимаете участие даже видны ваши рабочие тут бегают бьются что-то даже вот интересно если если перестать бить они насколько наносят дамага ну так вот эту кучку они по идее могут разобрать я даже не принимать участие мне так и что они убили моих рабочих ладно рабочие даже если проигрывают схватку ничего страшного то есть вот например нарвавшись на нарвавшись на большого ранг монстров вы можете проиграть на начальном уровне мои рабочие например уже справляются со всеми там они небольшой уровень но вот поначалу я вижу такой фиолетовые мобы надо их убить смотрю мои мои просто погибли но ничего опыт далее видимо да какая-то срезка есть но не знаю даже какая не заметил может быть дроп не дает так кстати не заметил но они походу не лаву лавнули может просто много для для до уровня было можно на территорию серендии добрались сейчас если мы не вылетим а я очень часто вылетаю на территории сидели почему-то если мы не вылетим мы спокойно взбудим довольно таки большую сумму ресурсов лимит наш еще чуть больше половины это неплохо также вот седьмой уровень а это еще завтра уже на 900 лимита больше тоже хорошо ну и мы приближаемся я все хочу десятый уровень новую телегу проверить что там как там по этим кнопочкам вторая кнопка это наша история сколько мы ресурсов получили что он где закупили эта кнопка наш инвентарь и мы въехали в город все старайтесь как только вот появляется табличка в город сразу на нее кликать не подъезжать притык там не ждать чего-либо сразу кликнуть так мы можем сэкономить ну хоть чуть-чуть но ресурс незначительно там буквально сто сто двести ну так вот мы загрузили все нормально и тоже также руками доезжаем потому что это очень сильно напрягает зачем это круг делать когда мы можем просто взять подъехать все проверяем все ценники с плюсом вот кстати давайте чисто посмотрим вот сейчас 7 и 2 процента это не 20 от 2 процента берем сдаем и получается 9 процентов на моем уровне на вашем уровне если у вас меньше чем у меня то будет давать значительно больше вы получили 07 за эти ресурсы тоже на вар неплохой вы получили 0 3 и хоть и больше но они да да они дают меньше опыта но мы по деньгам нормально все закупаемся во второй вкладке ресурсами и сейчас перед нами стоит выбор больше продавать этот товар нет смысла а вот в западный лагерь если отвезти назад мы можем продать на 42 процента больше сюда мы пока не смотрим потому что мы просто сюда физически чисто теоретически можем доехать только сюда но не знаю ради эксперимента можно будет у нас но стоит ли она того строить столько пищи так другие предметы о скорее всего мы вернемся назад мы в глише не поедем скорее всего мы вернемся назад вот все товары еще раз повторюсь эти товары не обязательно сдавать вот в эту вашу поездку нас интересует только этот товар если мы его берем мы обязательно должны его довести перед тем как мы закончим нашу торговлю данный момент столы и столы и данный момент мы их только можем тут сдать интересно сможем ли мы когда-либо их дать в другом месте кстати плюс 100 плюс 1000 пища это очень хорошо еще один момент такой немаловажный то есть по идее мы сейчас хотим вернуться но если мы вернемся мы хотим вернуться либо велию либо сюда но скорее всего конечно западный лагерь мы поедем если мы сейчас закупимся и вернемся то данном городе товар не обновиться пищу мы купить не сможем то есть скорее всего мы вернемся и на этом мы закончим либо можем сейчас уже закончить нашу торговлю ну либо можем доехать сюда хотя тоже мы что мы там купим как нам ресурса не хватит довести его куда-то поэтому такой вопрос щепетельный и а кстати мы не продали вот этот товар либо он только что появился короче для данного видео да мы возьмем тыкву и отвезем его западный лагерь и вот не знаю брать эти ресурсы на всякий случай на будущее и нужно посмотреть можно ли куда-то вообще их еще продать или только это всегда будет вот в эти три города пускай для истории мы запомним этот момент откроем сундук хотя это не обязательно сейчас делать еще раз говорю но пускай будет и выбираем на карте место да мы отправляемся сюда чтобы сдать тыковку по пути собираем ресурсы но кстати плохо я сейчас сделал нужно было достать дождаться обновления указателей чтобы по пути те которые мы уже собрали собрать еще раз сейчас я буду ехать и их не будет хотя вот тут тут по моему были указатель нужно было дождаться подождать две минуты указатель обновили спокойно но ничего ладно тогда мы поедем просто на ускорение домой так как наше видео и так затянулось не знаю у кого хватит терпения его досмотреть до этого момента если досмотрели поставьте лайк или напишите комментарии как по мне текстовый вариант намного лучше то есть вы читаете вы всегда можете вернуться к этому моменту но возможно там не некоторый момент не указал сейчас мы попробуем и зеленый захватить если у нас появится также проверим не появился ли торговец рядом с нами если вдруг появился мы обязательно заедем даже если чуть чуть немного нужно будет к нему свернуть мы это сделали но если он появился на другом крае карты куда нам вообще не стоит ехать то делать это не нужно так вот где он он далековато далековато это все равно не вроде бы немного но все равно есть вот эти ромбики меня спрашивали что это пока что сложно сказать не могу ответить на данный вопрос то ли это просто указатели узлов и в будущем на них тоже поставят какие-то каких-то торговцев например может что-то что-то будет в этих узлах городах даже но это не города это типа как мини деревни но пока я не могу ответить на данный вопрос для чего они нужны поначалу когда-то я думаю может если остановиться возле ромбика и выйти и у вас будет типа сохранение но нет это не так вы всегда начинаете на территории боленос и рядом со своим личным портом всегда это происходит так в этом дан же мы выяснили что наши рабочие все-таки не справляются одни поэтому нужно им всегда помогать но это проходится быстро даже 600 тысяч серебра и какой-то дров мы продолжаем движение дальше а еще такой момент если мы сейчас выйдем и вот прям в этот же момент хотим перезайти наш лимит будет неполон наш лимит будет на уровне вот этого которому вышли то есть прям в данный момент завершить и сразу же подождать там все равно придется 3 минуты для следующего захода ну вот например вот подождав 3 минуты вот сейчас кстати мы захватим вот это хотя оно не совсем по пути но наши рабочие побежали собирает ресурсы так вот чтобы лимит обновился до фула одноразовый лимит немножко разная вещь вот сюда не хватило ну ладно нам нужно как подождать какое-то время причем это время довольно таки большое я вчера уходил у меня было 3000 лимита я думал что мне я сейчас зайду и мне нужно будет его давить но нет оказывается он немного пополняется из общего лимита и я зашел утром и он был full но за какой период времени это произошло я не заметил итак мы приехали сдаем все что покупается самое главное что мы можем дать этот желтый предмет который который у нас исчезнет в случае неудачи ну и все то есть это мы уже купили в наши поездки этого если купим тоже опять вести вот кстати дано на 71 процент случае продажа очень круто мы продали по моему значительно дешевле его ну возьмем мы успеем доехать давайте но при этом я говорю мы колесим только на вот этом ресурсе опять опять фидели мы мы ничего не сможем продать у нас это уже так что это он показывает а просто он не покупает предмет что видно или что так вот этот момент не понимаю ну ладно давайте возьмем книги и еще раз поедем кстати 71 давайте чем проблема так вот мы закупились так на всякий случай я пока что не выучил все города поэтому я всегда сбрасываю направление и потом выбираю хотя вот у нас было правильное направление вот кстати хороший момент сейчас мы поедем на ускорение они указатели обновились ладно я хотел проверить сколько потом по видео посмотреть проверить сколько еды у меня заняла дорога сюда и вот сейчас если на ускорение отправится хидель это будет больше или это будет меньше при торговец опять он непонятно где вот там верху далековато это пропустим зеленые просто хочу доехать вот судя по счетчику скорее всего просто каждый так же каждый 50 метров тайца 40 ускорения по идее ничего не трать или все таки трать вот нужно это проверить верить это можно будет только выбрав большое расстояние например дорогу в хидель мы едем на обычной скорости и обратный путь мы едем на на ускорял и сколько мы потратили мы сейчас можем и не доехать но я думаю успеем опять же я говорю если мы не доедем то мы потеряем желтый товар наш вот книжки это около двух миллионов но в нашем случае мы сейчас успели но и все это наше будет последнее то есть отсюда товар мы желтый не берем а другой мы не можем купить и скорее всего вот именно вот такое направление с возвратом в город в котором мы уже были оно скорее всего неправильно а ну и кстати по моему у меня зависло не судьба исходя из этой логики если у вас тоже наблюдается вылеты часто это желтые товары скорее всего вообще не имеет смысла брать они конечно дают опыта немало это она дает значительно больше но если вот чисто на серебро делать акцент а качаться с помощью захватов то смотри все у меня вылетело и я начну с начнется все сначала к сожалению итак подытожим видео очень получилось большое в районе 50 минут но в итоге ездим мы покупаем ресурсы только только те которые например можем продать поблизости поблизости я имею ввиду велю хидель ну и может быть гляши но тоже для меня пока что это дальний город но теоретически я мог туда доехать и даже например ну мой путь скорее всего это будет вот лагерь вели хидель гляши если бы вот с товарами еще везло то есть например закупиться в лагере продать вели потом продать товар из вели в хидели потом товар из хидели продать в гляши если бы вот с этим всем везло то это был бы самый длинный путь со всем сбором со всех ресурсов всеми ресурсами и так далее это был бы лучший вариант но сами видите цены прыгают меняются очень часто меняются я найду с как с каким таймингом если конечно он не случайный но скач все торговца вам не показал но там ничего сложного вы просто подъезжайте покупайте у него предметы скрин этого торговца есть текстовом варианте так инвентарь инвентарь вот инвентарь мы по моему опять в плюсе так вот эти коробки мы забираем и открываем освобождаем от лишнего эти товары мы оставляем но по моему вот вот это я не встречал нужно еще посмотреть но в первых городах я по моему вот вот эти штуки мы так и не встретили ну да ладно все всем спасибо если кто то досмотрел что я в чем я очень сомневаюсь и вот кстати наш лимит перекатил сюда и вот я сейчас когда закончу видео еще немного покатаюсь мне тут буквально хватит на западный лагерь веля и хидель ну и возможно я протестирую сколько у меня займется еды до хиделя от западного лагеря чтобы понять что лучше ускоряться или нет все всем спасибо всем пока спасибо 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 Продолжение следует...